пошел прогуляться вот такое мороженое взял не знаю какой то новое с печенька с шоколадным мармеладом не знаю с чем она там короче стоит 40 лир стоит 40 лир блин олегида на козье молоке стоит 15 лир а это 40 супер мороженое я не увидел сначала цену я узнал они только на кассе шло взять посмотрим что за 140 рублей за мороженое 140 рублей мороженое вот такой маленькой оно должно быть там я не знаю самые вкусные в мире сколько тут грамм 80 ребят можно ведро был купить мороженое это можно было это можно было три взять понимаете три мороженого можно было взять маленьких баночках на улице дождик но все немножечко непогода всем привет кстати как обычно забыл поздороваться ну вот у нас не погода дранкор какой-то могут много медалек на нем не значит замороженная будет заставку я делал пойду попробую дождик на улице ну я вчера загадал такую погоду вы не поверите она в час в два и носика пригласила вы приходите в гости с ленкой будете будем готовить кремонтар посту с грибами в сливках с куриточками короче как в тарелочках так как в того к донеси я попробую скажу что это за мороженое и стоит ли оно таких денег то такое мороженое вы не поверите вот но мне в ручках помещается в пальчиках хорошо шоколад с орехами вкусные мороженое ольги да вкуснее нет пока что не стоит она в лиц 140 рублей вот и самая неудачная покупка вообще это можно было взять дизли мая либо минимэн либо не знаю тост вместо вот этого г там с печенькой было еще другой мороженое крем-брюлешное типа другая фирма я его уже пробовал мне это вообще сок не стоит кто ей дал медали какие-то упаковки нарисованы вообще безвкусный человек мне такое ощущение я ем сладкое замороженное молоко причем не сливочное так себе что мы уже встретились с непроизойденной леночка сбин я не знаю я вот то что пробовал вот эти корзиночки это сухое и песочное тесто и клевы тоже говорят здесь ничего но это похвала как обычно да ну это тип вот этих рисовых каждого не творожная это печеньки вот и носик такие брала тоже печеньки разными нет она прям разного брала они идут по одной цене но их можно раз допустим ранее там две таких две таких до на вес тарты здесь не вкусу не надо их да нет нет свет не вкусно вот и это может быть вкусно сейчас сгущенка типа и клевер чеки вот можно маленький вишни за какие-то кусочек не знаю какой он здесь ну да здесь нормально еще можно ты хочешь не добери что ты хочешь я пока ничего не хочу вот эти вот и набрала тоже вкусные печеньки давай на каждого по стучке ну чтобы пробовать вот эти хлебушек огонь в духовочку это для бургеров булочки такие подойдут прекрасно мне кажется тортики ну тортики к сожалению здесь ни о чем ребят три маленьких пирожниц это 47 лир вот это да но это все ручная работа соответственно не магазинная то 200 лир эти печеньки стоят 200 лир килограмм сколько ну 750 до но они легенькие в принципе сейчас наберем всего тысячи на 99 лир ну какие 4 сейчас курс 3 и 6 360 ленка просто ни разу не была у и на гриме бутылками шампанское здесь мартини просекло сколько там их три штуки мартини просекло представляете ой идем показываю дорогу но у нее географический критинизм на топографический скорее всего у тебя топографический карта проблема не географика карта другие что 0 каждое видео твои сережки показывать девочки посмотрите какие-то все уже посмотрели и на предложил жахнуть я искал я не хочу но если хочешь чайку попрешь ну я вот не знаю всякой вводил она говорит но ты посмотришь и поешь и вдруг захочешь конечно ну готовить я буду конечно же как бы пасту ну понятно с курицей в сливках с грибами вот эти важно фрукты купить на рынок не ходить да ну чуть чуть дороже чем на рынке а так все так же как бы пару лир да и ходить никуда далеко не надо нет там у иный арбузик лучше около дому они в холодильнике продаются как это называется дынька такая маленькая папа завтра понимаешь она везде разная в таиланде одна в турции другая но плюс-минус одинаковая значит как дыни в турции тоже нет торпеды такой как у нас пробовал вонючий в таиланде не стал его пробовать а я пробовал не стал редко большой я брать не готов была его нужно есть свежий максимум 15 минут после вскрытия целый мне не нужен вот поэтому я не рискнул не стал я брать его его не в отеле его не в самолет никуда его не пускай тот манга в таиланде да это отдельный вид искусств оливки растут просто запоминаешь куда идти такси поеду давай там такси миллиардер сию лучше печенье купить такси тебе дорогу не покажешь ты не запомнишь а я все покажу нам туда и вот тут вот стоим даже мы не поправил это вот университет кстати аланийский а это они уже да 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 сначала думал как будто как какие-то тканевые сколько стоит 300 ой в 3000 рублей ну ты в долларах отдавала в долларах я же не поменяла ну и хорошо какая разница торговалась хоть торговалась сколько они просили за 40 долларов отдали 30 а ну уже нормально при этом сказали что фиксированная цена 25 процентов хорошая скидка они сказали все это уже у них стояло 2000 лир это получается дофига ну да а я сказала давай мне они когда 50 процентов скидка скажи 1000 лир а 1000 лир это там получается ну 40 долларов я хочу за 30 потому что у меня 30 долларов тем более ты не одни взяла ты взяла начальницу это не в этом магазине а это в другом уже это в другом начальницу и тебе я взяла в другом магазине а это около нас вот этот магазинчик обувной только там у нас здесь закатают с этими печеньями с этими просеками вообще инна говорит что просека это проститутское шампанское в курсе ты знаешь я не знаю просеками просека я люблю асти сладкое любишь да нет нет я могу попить но знаешь какую мандору она не такое сладкое ну да это вкусно вот я ксиуне дарил на день рождения но я не стал показывать уже на ютубе ну вот ну понятно помимо подарка я так решил ее призин сделать она асти очень любит вот я помимо подарка еще решил такую бутылочку прекрасную естественно она ее на полочку брала и когда она будет лежать я не знаю ну может на новый год откроет это хороший подарок ну это не единственный был как ты сказала лучший подарочек это я конечно я и шампанское тоже как вариант да да ты весь эфир смотрел мой что да я ждала тебя что-то не ждал ты договорились в два ну вдруг у тебя разогналось бы еще на час нет ну если я сказал иначе я сказал хорошо я же тебе сказал в два встречаемся ну три минуты третьего я тебя мониторила я не сказала расскажи тебе было скучно тебе заняться нечем было я заняться нечем было я заняться нечем вот на этом и сойдем пахнет так вкусно да да вот эти запахи какие-то с детства как бабушка какие-то консервирует перцы знаешь мама вот в этом году тоже что-то закрывала уже не помню что варенье и что-то еще ну немножечко а кабачковую икру она закрывала да а варенье какое она не закрывала она сварила казалось много получила всего лишь кастрюлька и мы ее так сожрали без закрытия Ленка тебе новые наряды на работу на работу на работу тебя пленки фигурки на работу надо купить подарок вот вечерний наряд вот так потом все надо ходить да ну а что ты ты и так хочешь почти раздетая я не раздетая почему так фотосейшенами я короче тёма поняла сколько у тебя подписчиков похвались я сейчас похвалюсь я приехала а ну ладно у тебя 1600 с чем по моему уже 1600 перевалило спасибо спасибо мои богини цветочки и березки и булочки у меня бектеисты бикинги пантеры ну это отдельный вид искусства кринжатины ха-ха-ха ха-ха-ха ну вот скоро придем уже вон он на углу стоит ага ты теперь хеликатурка да по два часа Лена все жалуется про Таиланд про Таиланд жалуется ну давай с той стороны стану так неудобно а ты прикинь я короче говорю с той стороны дайстану а она идет ха-ха-ха-ха с этой руки не видно а ты прикинь я короче прилетел домой разгружаю вещи и они все влажные и отсюда я такие же привожу а я поранилась там обо что-то поцарапалась летом точно отсюда я привожу так вот моя ранка на руке просто царапина не заживала влажный климат не заживает две недели там отдыхала почему говорят в Египте хорошо потому что там сухой климат легче для нас переносится а я помню ты знаешь я помню болела долго-долго переболела очень тяжело у меня кашель как осложнение а я прям задыхал с первые дни от влажности вечером выходишь в семь-восемь ты все вот только вышел все мокрое это не то что ты вспотел это влажность все мокро все течет конечно кожа там увлажняется настолько она бархатная стала да я она блять кремами помажусь ну надо мне увлажняться короче мне ты нам не зашел вот тут вот арбуз вот смотри как туркия передалки ооо да ладно да а чтобы не спускаться туда кидают посылку какую-нибудь и относится и наверх он туда поднимает вам ну а нафиг ему спускаться чеснок вот тут вот арбузики берет ну персики апельсины мандариноват арбузики все такое ну я у Инна еще спросил есть надо что-то она говорит ну и с чем мы спустимся говорит так все есть все взяли так вот я там первые дни поцарапалась поцарапина не заживала а потом начала гноиться и зажила только дома две недели и вот как и ладно наши бегемотики мы подходим березки булочки да спасибо вам за просмотр надеюсь продолжением рализонского балета будет не будет не знаю захочу снимать не захочу если хотите чтобы я снимал у Инны в гостях ставьте лайки ставьте лайки подписывайтесь на канал ну вот комментируйте хорошо все всех любящих целую до новых волнующих встреч